Германия уже не та, как говорил один немец. Друзья, доброе утро. Тебе выставка понравилась? Да, вы знаете, молодцы, что они сумели сохранить автомобиль до такого состояния, чтобы было что реставрировать. Мы сейчас едем осматривать под клиента Peugeot, Peugeot Expert. Мы не успели к нему буквально на 10 минут. Хотя мы успели, но нидерландец уже очень хотел домой и сказал, давайте в понедельник. И мы сказали, ну давай. Самое интересное, что здесь поста вообще нет. Все видели фильм «Собачье сердце». Я там увидел сюжет, как профессор говорит тому песику, которого он сделал человеком, что все, хватит бросать окурки на землю и плевать на землю. Что люди по природе своей вот никогда не перестанут это делать. Потому что фильм снят в каких годах? Очень давно. То есть, если человек просто плюет на асфальт, то он не перестанет этого делать. Даже если ему об этом сказать. В Сингапуре знаете, как решался этот вопрос? Палками били. Палками. Наказание. То есть, ну, на уровне государства. И даже до сих пор там есть наказание палками. Восемь ударов палок. До сих пор за любой акт вандализма, тюрьма и до восьми ударов палками. 25 ударов палками. Представляете, вот плюнул, повторно 50 ударов палками. А сейчас штраф, по-моему, 1000 долларов за то, что вы плюете. Вот в виде такое в Украине, я уверен, у нас просто люди станут культурнее. Ну, может быть, удары палками, не знаю. Жестковато, наверное, для наших людей. А вот деньгами это то, что надо. Плевать только будут в Голландии. Да, конечно, Сингапур и жвачки запрещены. Представляете, вообще запрещены продажи, провоз жвачек, штрафы сумасшедшие, если у вас найдут жвачку. А почему запретили? Потому что вандалы наклеивали в метро на кнопки сенсорные и те портились. Они решили, что раз так, больше продаваться жвачки в стране не будут. И запретили на государственном уровне. Представляете? А вообще, кстати, я вам хочу сказать, я когда-то снимал рекламу жвачки и я узнал, что запрещено их продавать детям и пожилым людям, между прочим. Но об этом мало кто знает. Поэтому не покупайте своим детям жвачки и пожилым людям их тоже жевать нельзя. Друзья, идем смотреть бус. Встретили с Украины ребят с Хмельницкой области. Сейчас вам расскажу интересную историю. Я представляю, сколько историй остается с закатом. Ехали они, остановила полиция. Пересчитала количество окурков в машине. По факту он выбросил в окно окурок. Человек позвонил в полицию и пожаловался. И ему повезло, что были старые окурки. И полиция его предупредила, но отпустила. Ну вот тут что-то было. Надо открывать дверь. Какая-то была мастерская. Нет, тут все нормально. Игорь, здесь крашено вот это все полностью. Я не понимаю. Да, полный привод не. Смотрите, с чем мы столкнулись. Значит, мы столкнулись с тем, что машина без шпаклевки. Машина неплохая. Но что мы увидели, это почему-то ржавеет крыша. Я не знаю причина. Может быть, побило градом, может, поцарапало. Общее состояние автомобиля сделать химчистку, да, и машина, в принципе, неплохая. Мы сейчас клиенту сообщим о том, что мы обнаружили. Игорь, она и здесь постреляла. Посмотри. Так она заводская крыша здесь, понимаешь? Здесь она заводская. Смотри, 79, 89. Ну, она полезла. Ты видишь? Мелкие-мелкие ржавчинки. Так, вот здесь завод. А ну-ка, давай дальше. Ну, сколько там? Где оно? Где начинается покраска? 170. Половина задней части. Ребята, машина 2017 года. Ну, вы можете себе представить такое, а? Ну, вот тот наш боксер, да, ну, реально... Свежище выглядит. Свежище выглядит, да. Те же 200. Как зависит от прокладки между рулем? Тут 162 тысячи. А тут еще 162. 17-го року машина. Так, ну что, Игорь, набирай клиента, объясняй ситуацию. Сварочных работ нету, да? Ничего же нету. Все в заводе. Ну, просто проржавела крыша. Видишь, она спереди чуть-чуть начала стрелять. Ну, я скажу тебе, если ее, конечно, по-нормальному перекрасить, то, короче, ему надо делать крышу. Так, я сейчас еще тут посмотрю. Нет, тут все, Игорь, все заводское. Нету тут мешательств никаких. Тоже, смотри, 50 микрон, 60. 74. 60. Пошла ржавчинка такая, мелкая точечка. И, как шо, так нормально, перекрасить. Интересно получается, болты не крутились. Внешне он выглядит прикольно, но... Так, маленький обзор цен. 14950, Volkswagen. Вот такой, красивый. Mercedes, 18. Renault, 11950. Ford бесценный. Так, так, так. Buse, 11950, Renault Master. 16-й год, третий месяц, непроходной. До пяти лет, друзья, можно в машины угонять подобного класса. 13950, 3147 пробега, 16-й год, пятый месяц, непроходной. Ребят, посмотрите. Игорь, ну чего эту машину не пускать в Украину? Объясните мне, а? Ну, 16-й год, 100 с чем до пробега. Люди добрые. 15950, 13950, пятнадцатый год. Ну, посмотри, какой... Да, комплектация хорошая, конечно. Ну что, мы осмотрели машину, вдумайтесь, с 17-го года. Крыша уже покрасилась и снова постреляла. Без шпаклевки. Без шпаклевки, да. Ну, ну, гадом побила, ну, поцарапалась, ну, поржавела. Ну, непонятно. Ну, можно сделать и забить на это внимание. Ну, как бы, ну, это не столь важно, да. Геометрия кузова не нарушена. Ничего там не вваривалось. Ну, вроде как все нормально. Вопрос. А зачем? Бюджет за 20 тысяч долларов покупать буса и красить крышу, ребята, ну, я не знаю. Ну, опять-таки, а альтернативы же нет. Нет, альтернативы. Крым, это просто бюджет. Либо, а не факт, что бюджет поднимет, что там не будет порванная крыша. Он же будет, да. Просто не факт, понимаешь? Может быть, дешевле целая машина. Короче, ребята, система такова, что нужно искать. Это, конечно, затратно, но другого способа нет. Мы сейчас, чтобы вы понимали, едем на Кляйн уже третий раз. Вот третий раз, да? К одной машине, да. К одной машине, да. Чтобы забрать одну машину. Третий раз, ребят. Не получается с первого раза. Выходные документы не готовы, EX-декларация и так далее, и так далее. Не всегда получается с первого раза забрать автомобиль. Такие интересные выставили. Поехали сейчас оформлять бус. А потом еще, может быть, посмотрим по грузовикам что-то. 15 хочу хорошую фуру, 18 хочу хорошую фуру, 20 хочу хорошую фуру, 30 хочу хорошую фуру. И везде, в каждом бюджете можно найти хорошую фуру. Что самое интересное. Ты согласен? И в тридцатке можно плохую найти, и в двадцатке плохую, и в пятнадцатке. Просто, скорее всего, перегретый мотор, да. Ну вот и все. Без диагностики, ребят, прошу заметить. Не надо, нет. Даже не надо, тут компьютер в данном случае, да. 300 евро. Этот стол 300 евро или система? Приблизи тонн. Комплект. Ребята, у меня так что чуть челюсть не отпала. Показывают специально для вас. Только на турботуре. Это рабочее место человека. Смотрите. Я просто офигел. Ты понимаешь? Помните фильм? Эти шорты превращаются в барную стойку. Стол превращается в барную стойку. Ну это вообще. Сейчас вам покажу. Это вообще. И провода за счетом. Пускай, пускай. Нет, я просто показываю, что можно и сити хочешь. Нет, ну это понятно, что отпустил. Нет, ну не бывает, что фиксирована штука. Вот, любая, любая, любая виска, любая высота и катами и подобные. Нет, ну это... Идок насыщенный. Нет, да. Маленький ребенок пришел. Да, папа, можно я посижу за твоим столом? Да, женичий стол. Можно, сынок, да. Ты раз и... Друзья, что не перестает меня удивлять. Человек просто встал и ушел. И оставил нас в офисе. Также в Голландии ты смотришь машину, человек дает тебе ключи, иди смотри. И не участвует в осмотре. И это практика Нидерландов. В Германии зачастую за тобой ходит и вокруг машины, и он вокруг машины. Ты туда, и он туда. Ну это доверие людей. И так должно... Ну, нормальное общество должно построено быть на доверии. И мне кажется, чем выше туда, тем больше доверия между людьми. Чем вниз, тем смотришь новости. Сидели вместе, выпивали один другому. Все. Так, друзья, идем смотреть Ситроен черного цвета. Макси База недавно пришел. Так, что хочу сказать. Мы познакомились с ребятами из Хмельницка. Как их хотели намахать на растаможке. Сколько мы им сэкономили? 1400 долларов, ребят. Они собирались у себя где-то таможиться. Их там брокер хотел намахать на 1400. Вот так, ребята. Это есть как есть. Я ничего не выдумываю. Они за это на нас подписались. И, возможно, помогут нам выгнать еще Киа. Радости не было предела. Ну, вы представляете? У меня у самого была такая история. Я пришел к брокеру, которому просто ради интереса скучно было мне. Он мне как насчитал. Я говорю, ты не лопнешь. Он говорит, ой, я ошибся. Я просто ошибся. Угу, я говорю, ошибся. Сейчас, где пришли новые бусы, посмотрите. С Франции пришел бусик. Мерседесик, спринтер. А, еще нету в интернете. В базе есть, а в интернете нету. Вот это мы сейчас ищем. Видите? Вот так машины приходят. И тут... Это у нас Мерседес тоже. Ой, смотри, какой пострадавший. И не сильно, скажи. Автомат. Ой-ой-ой, сидушки какие. Тут, ну, не знаю, химчистка. Ну, смотри, как они могли так угадить такой. Ну, и как его тут найти? Слушай, здесь сколько машин. Вот это бизнес. О, мое. Франция, ребята, покупает везде. В Нидерном. Пассажир, кстати. Это груз-пасс, Игорь. Смотри, Берлинга, какая хорошенькая. Не, ну, это классный транспортерчик, да? А, еще, ребята, нам рассказали истории на той площадке. Ехали на бельгийских подделочных номерах. Немцы их остановили, свели 600 сколько? 70 евро штрафа выписали. Он его не заплатил. И через год его остановили, да? Вывели с буса и сказали. О, привет, чувак, ты нам должен 670 евро. И он их отдал, ребята, сразу же. Иначе тюрьма месяц, да? Или месяц тюрьмы за подделку документов. Вот такая история. Так что, мотайте на ус. Можем мы найти буст, ребята. Смотри, какой дав, Игорь. А, он 410. Просто хорошенький дав. Блин, сколько? А вот это мы смотрели в интернете, по-моему, да? Цены, ребята, нету, поэтому мы просто проходим мимо. Друзья, вот такой бусик купили в Украину наши соотечественники. Да? Да. Хорошенький. И голландская фирма. Да, какая-то голландская фирма. Так, мы все-таки ищем пыжика. О, смотри, автомат. А, это он нам его показывал, да? Да, это он показывал средняя база, Игорь. Вот смотри, Игорь. Вот посмотри. Сравнись с тем. Да, да, да. Посмотри. Вот чтобы... Вот смотри, Игорь, посмотрите. Там что-то из булок, Оль. А, что не закрывается, да? Посмотри, Игорь, царапины. Вот чтобы понимать разницу между тем, что мы смотрели. Ну, салон здесь почистили, Игорь. А вот посмотри, здесь кондиционер, по-моему, да? А ну загляни. Да, кондиционер. Ну, и состояние, посмотри, Игорь. Тут тоже поцарапанный. Но зато на модных колпаках. Да нет, он сказал где-то здесь. Ребята, если бы так без перерыва вам показывать, сколько мы ходили, да? А, вот он, вот он. Так, нашли мы этого злодея. Восемнадцатый год, да? Ну, этот выглядит красиво. Тут такие вот нюансы. Вот бампер подмятый. Я тебе говорю, что тот белый был просто красавчик. Просто. Дай прибор, пожалуйста. Так, сейчас мы его быстро с вами, ребята, проверим. Крашенный. Крашенный и шпаклеванный. Здесь еще сто микром. Да. И шпаклеванный. Весь крашенный. 150, 170. О, крыло родное. Капот. Похоже, что родной. Крыло родное. Дверь родная. Тоже родная. Тоже родное. Видишь, этот весь 100 микрон, а тот 87. Поэтому он и поржавел. Поэтому поржавел. Да, поэтому... Мало краски дали. Да. 101. Вот так вот. Человеку этот автомобиль не подошел, потому что комплектация, кондиционер. Нужен был климат. И вот сравнивая эти два автомобиля. Смотрите. У этого автомобиля 101 микрон. У того белого автомобиля 87-90 микрон. Пожалели краски. Результат. Крыша поржавела. По пробегам одинаковые. У того климат. Но. У этого шпаклеванное крыло. То бишь, не факт, что автомобиль за большие деньги будет лучше. Просто не факт. Здесь цвет. Вот цвет, да. Вот цвет. Там белый цвет. Поэтому выбор такой. Либо черный шпаклеванный, либо белый ржавый. Машины 17-го, 18-го года, ребята. И вы мне будете говорить про Tuxon 5-го, 6-го года без рыжиков. Вот такое качество сейчас делают. Что-то я разошелся. Все, друзья. Нашему подписчику забираем машину. Вообще уникальная история. Я вам рассказывал. Он в России. Ну, в общем, этот бус куплен чисто за наши деньги. С маленьким залогом в гривневом эквиваленте. На доверие. Но ничего, бус хороший. Продадим, если что. Ну, завелся отлично. Мне нравится. Как работает моторчик. И ошибки нету. Офигеть. Нет ошибки. Но, возможно, появится. Так что мы сейчас выезжаем. Ну, я очень надеюсь, что это регенерация. У нас уже такое было. И она пройдет. Ты лучший менеджер в Голландии. Я тебе честно говорю. Вот прям самый лучший. О, дякую. Человек знает украинский, русский, нидерландский, английский. Какой еще? Турецкий? Голландский. Нет, нет. Ты коренной голландец? Я из Голландии. Мой мат и отец из Голландии. Я родился в Голландии. А дедушка, бабушка? Тоже из Голландии. Тоже говорит. И про дедушка, про бабушка. Я здесь изучал русский язык. И был в школе две недели. И потом практику. Да. Тебе и ваши знакомые из Украины. Супер. Да. Очень здорово. И стараюсь помочь тебе лучше. Спасибо тебе еще раз. Не за что? Очень приятно. Мы еще увидимся. Я думаю, да. Я тебе скину ссылку на YouTube. Когда новой машине нужно, пожалуйста. Окей. Я вам скину ссылку на видео. Отлично. Да. Все, Ют. До встречи. Все, пока. Счастливо. Пока. Уехали. Хороший день сегодня. С вами увидели, какие бывают машины 2018 года. Найти целый автомобиль для бизнеса. Ну, видите. Это трудяги. Где-то парканулся. Где-то на разогрузке. Где-то погрузчик и так далее, и так далее. В Нидерландах ребята тоже рассказывали. 180 евро оставили за телефон. Так, что хочу сказать. Очень много звонят. Если увидите что-нибудь там это. Ребята, это вариант вообще. Ну, вот вы посмотрите. На стоянке стоит 500 машин. Ходите искать. Какой год. Какой пробег. Эту информацию можно только получить через интернет. Поэтому всю лучший способ понимания цены дает интернет. Пробега интернет. На этой фирме Кляйн я нашел несколько французских бусов. Я задал вопрос. Вы гарантируете, что не скручены пробеги? Он говорит. Мы покупаем только в банках у проверенных продавцов, которые не будут этим заниматься. Машины лизинговые. Так что вот такой ответ я получил по поводу пробега на французские бусы. Выбор большой. Но видите. А выбрать нечего. Согласитесь со мной. Какой приятный продавец. И еще один момент, который не вошел в кадр. Я его попросил распечатать историю пробега. Потому что ее не было в комплекте. И забыл. Человек вскочил с офиса. Выбежал. И я уже отъезжал. И он мне с улыбкой отдал распечатанную бумажку. Ну, это так приятно. Это такие мелочи. Но они формируют настроение. Формируют какую-то вот энергию хорошую. Понимаете? Мне подписчик мой говорит. Николай. И я вам типа испортил настроение. Или как-то так написал. Думаю. Блин. У меня такое классное настроение. Ну. По переписке судить о Тоне. Ну, это нереально. Тест-драйв длиной в 2000 километров. Вот это самый настоящий тест-драйв. То, что вот это по площадке покатался туда-сюда. Да. Какие-то звуки что-то проверили. Но самый настоящий тест-драйв. Это когда машина своим ходом проедет такой вот километраж. Пообщавшись с этим светлым человеком. Жизнерадостным. Видно, что он любит свою работу. Ему нравится то, что он делает. Ему это прям вот приносит какое-то удовольствие. Вы понимаете? Вот. Когда людям создают подобные условия. Это очень здорово. Когда их уважают. Когда они получают достойную зарплату. Когда человеку работает хорошо. И всем вокруг хорошо. Да. Сейчас вам подгружу еще в видео осмотра еще одного Peugeot эксперта. Который смотрел наш Григорий в Берлине. И общее состояние. Ну, как бы нам не понравилось. И зазор на дверях. Ну, в общем, давайте посмотрим видео. Чтобы вы понимали, какая идет работа по поиску эксперта. И, в принципе, тот белый эксперт на данный момент с недостатком с крыши, наверное, самый лучший. Так, ребята. Ну, я начну сразу из того, что я вижу. Значит, интересная ситуация. Значит, я прибором пробил. Вот это вот правое крыло. Значит, вот тут 126, 130, 127, 120. Вот это вот. Вот в этой области такие показатели. Вся машина. Все двери. И крыша 70-80. То есть вся. Полностью вся машина. Капот. Вообще 50. Ну, 67. Вот. И по поводу зазоров. Значит, я вижу такую ситуацию. Вот эта дверь выглядит таким образом. Вот. Тут видно, был какой-то небольшой ударчик. По поводу внешнего вида. Вот тут видно, что внутри возили что-то. Тоже все значения очень-очень маленькие. Только тут повыше значение. Вот. Порох здесь стерто немного. Ну, внутри вот. Светло, красиво. По-моему, здесь очевидно. Причем вроде как с обоих сторон. До упора. Достаю. И я не могу понять. То ли его слишком много масла. То ли оно не может на щуп взяться там, где надо. Да. Не знаю, будет видно или нет. Но вот тут вот еще на двери такая не вмятина, а вымятина. Так. Ну, продолжаю снимать. Пока что внутри, конечно, на первый взгляд все симпатичненько. Он открыл двери в багажнике. Так красивенько. Ну, вот. Двигатель холодный. Ее давно не заводили. Давно стоит. Выглядит она, в принципе, хорошо. То есть, ухожена. Так. Дверь с зазором. Значит, мне кажется, что ничего тут не делали. Вот. Ни там, где петли. Значит, показываю внимательно петли. Так. Ну, еще раз по болтам. Значит, мне кажется, эти болты крутились, очевидно. И, по-моему, крутились все. То есть, если присмотреться, крутились все болты передние. Вот. Слева, справа, везде. Вот, что меня сейчас резко напрягло, это то, что в окошке, в этом окошке, я вижу что-то там март 2020 и не вижу ВИН-номера. Так, ребята, ну, последнее видео. Снимаю, значит, все, что я еще позамечал. Царапка глубокая на крыле. Тут такая царапка. Тут небольшая такая вмятинка. Значит, вот это я уже показывал. Да, вот это. Вот. Значит, вот эта вот штука. Ну, вот так. Внешне больше каких-то таких прям сильных. Это пластик. Внешне таких нюансов сильно нет. Вот тут, ну, буквально чуть-чуть совсем. И двери. Едет они классный. Дизайн классный, я тебе скажу. Резина, блин, новая. Резина, резина здесь вообще как новая. Да, я думаю, человек будет доволен. Так, маска, да? Тут маска или нет? Маска шоу. Маски шоу. 15 минут уже висят. 50 тысяч пробега, Игорь. Вот удивительный случай, когда... Да, вся машина целая. Когда вся машина целая и 50 тысяч пробега, Игорь. 16-980. У нас пришел человек ее посмотреть. Целенькая, хорошая машина. Приус. А? Для нашего товарища. Да, для Родиона. Смотрим твою Тойоту. Капот силный. Капот целый. Левое крыло целое. Игорь правое целое. Правое целое. Передок целый. 9,990. Но они уступают. Но тут 243 тысячи пробега причем. Так, увидели еще Захиру. О, 3,880. Десятый год. 1,6. 205 пробега. 205 пробега. Ну, интересно. 50-й Рик, Игорь. И она непоганная. И она на нормальной комплектации? Да. Она на дисках, Игорь? Ну, так она еще на диске. Слушай. Да, она на газу, Игорь. Вот ребятам помогли. Они нам. Ну что? Не мячен. Да, працю я. Работает. Ребята, дружной компанией с новыми знакомыми. Хорошие ребята. Мы выезжаем в Украину. Приняли решение ехать. Немножко заправились. Чтоб не встать на магистрали. Немка нам сделала на заправке бесплатно кофе. Все заправили машины до полного бака. И она сказала, что деньги за кофе не надо. Как правильно построены дороги. Ты едешь. Совершенно не думаешь о том, что сейчас будет знак населенной пункты. Надо гасить скорость. Что будет пешеходный переход. Что будет какая-то зверюшка выбегать на дорогу. Вы понимаете, вот какая разница по расслабленности. Вот не слепят встречные машины. Не надо идти на обгон. Ребята говорят, что им с нами повезло. А я говорю, что нам с вами повезло. Получилось сразу Киев забрать. Представляете, как все слаживается здорово. Раз и все. И им хорошо, и нам хорошо. Взаимовыручка. Мы въехали в Польшу. Сейчас остановимся, отдохнем, покушаем. И продолжим наш путь. Тут не вернули наушники. Ну как джип? Никаких вопросов не возникло. Здесь мало такая была, что вибрация, какая сидела. В колесах перекачивания были, не знаю, что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Друзья, на одной компании взяли два буса. На Кляйне. Пежо, 2017 год. И ребята взяли мастера, которым мы помогаем, а они нам помогают. Ну, потом им пересчитал их брокер, и получается, что мы им все равно, благодаря нашему брокеру, сэкономили тысячу с хвостиком долларов. Пойдемте посмотрим, какую машину они взяли. Восемнадцатый год, по-моему, да? Двести... Двести восемь тысяч оригинального пробега. Именно оригинально, потому что это нидерландский... С нидерландской компании. Есть распечатка пробега. Посмотрите состояние буса. 218 тысяч пробега. А, 208, простите. 208. Вот такой бус с камерой. Состояние... Ну, два сидения. Ну, можно поставить... Вот состояние сидения, видите? Не протертое, ничего. Тут розетки. Тут лестница такая. Была мастерская. Есть, кстати, такой бус. Да, бус восемнадцатого года. Все правильно. Есть еще один такой в серебре. Чуть-чуть дороже. Но мы его не проверяли. Машина без единого подкраса. Здесь, как всегда, слабое место с этими дверями. Ну, цвет на любителя. Видите, как фирма даже наклеечки такие клеит. Я думаю, последний троперат не упал. Сан-бак. Так у нас получилась дружная компания. Вот так бус справа, Денин, смотри. Форт Транзит. Ты не старый, Игорь? Транзит. Все, поменялись с Игорем местами. Чтобы не говорили мне. Тут сон, тут сон, Икеа. Смотрите, какая хорошенькая в салоне. Ухоженная хозяин. Аккуратненький был. Класс. Просто классно. Ребята, состояние просто классное. И запах приятный. И запах приятный. Давно я на Киа не ездил. О, дизель прям так ух. На данный момент расход 7,8 литров. Тяга двухлитрового дизельного мотора, конечно, с бензиновым ростом нельзя сравнивать. Старт, конечно, настолько приятный. Просто класс. Друзья, я не могу поверить. Такое чувство, что они поставили новый руль. Просто новый, купили. Ну, конечно, есть прям вот совсем какие-то мюансы. Ну, в целом, руль просто шикарный. Друзья, Коперника. Я, честно говоря, не думал, что буду снимать. Но я покажу вам эту версию велосипеда. Это такие инженерные решения были. Представляете? Два колеса по бокам. Очень интересные экземпляры тут стоят. Даже вот такой вариант. Две стороны. Нано-велосипед. Тюнинги. Забавно, конечно. Смотрите, сколько передач. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, полностью делегантный велик. Ну, кроме резиновой колокольчик. Рам, на сиденье, все из дерева. Друзья, полностью делегантный велик. Друзья, полностью делегантный велик. Друзья, полностью делегантный велик. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, сколько детей здесь, сколько людей Ну, музей я вам вкратце показал Что меня там тронуло, это дети, которых было много И они вели себя тихо Никто никому не делал замечаний, взрослых детям Вообще никто Они делали все, что хотели Все, казалось, сейчас сломают что-то Но никто им не делал никаких замечаний Что еще меня зацепило Что еще меня тронуло Это чистота в туалете Ну, как сравнимо Вот я в аэропорту всегда говорю Аэропорт, 2PG, заправка Идеальная чистота в туалете При том, что детей много Очень много У меня мама работает в школе Вот она говорит, Коля Ладно, упустим этот момент Значит И только что Скорая Скорая пролетела В городском режиме Ну, с большой скоростью Все разъехались Заранее Причем разъехались И никто за скорой не поехал Ребята Никто за скорой не рванул Просто Она уехала И все обратно стали на свои места Понимаете Не ездите за скорой Это я когда это вижу Мне так это становится неприятно Ну, вот знаете как Ну, вот зацепиться за скорой И ехать Ну, отвратительно Ну, едьте как все Ребята Мы направляемся в сторону Украины Радует Польша Радует своими грандиозными стройками Конечно Тут нет плакатов Что это президент Что это грандиозная большая стройка Они делают это без всякой рекламы Просто делают свою работу И все Вот Просто делают работу Я сейчас поставил на ноль Чтобы понять Сколько она у нас по трассе На шестой передаче Берет Вот я сейчас еду Две с половиной обороты Скорость по двадцать Конечно Бензиновый Таких параметров не дает Ребята Бывают истории По поводу батюшки Который нам помог Пригнать машину Он поехал в Германию Его встретил Его знакомый батюшка Повозил Покупить Они там ничего не смогли И он обратно ехал без машины То есть Он хотел кому-то там помочь Пригнать машину И Мы его естественно отблагодарили Он нам привез машину Такие бывают истории Так что Я таки Я планировал забираться Через неделю А так мы ее забрали Можно сказать сразу Так что Такие чудеса бывают Ребят Здорово И клиент довольный Мы ему сообщили Сначала Что заберем Через неделю А тут Что Ждите Через пару дней А еще Вчера Очереди Не было Так вот Раз-два И мы Заехали Вот это прикол Ребята Это же как Упаковаться Бедная Вольво Хочу как В Автория Чтобы было Дешево Ребят Вот Автория Дешево Думал Успею Растаможиться Но понимаю Что не успею Потому что Уже минут Сорок Новую программу Вели какую-то Разобраться Не могут Целый начальник Сидит Ну ничего Переночуем Еще раз Ровно В неотопляемом Отеле Ребята Вот этот Гольф Он уже В Украине По нему Наверное Больше Звонков Тебе Перекупы Не подбегали Три Человека Уже Хотели Купить Я Тебе Не Прошу Это Правда Я Верю Я Я Я Въезжал Як Вы Могли Пропустите Я Я Я Я Я Я Дякую Я Один хозяин Я В Голландии Пробил Через Цю Программу То У нее Один хозяин И Что Вы Побачили Какие Бывают По нюансам По ходовке Ни каких Посторонних Звуков Нету Но У меня По ощущениям Что Треба Будет Развал Схождения Зробити Зад Резинки Все Поменяете Да Я Думаю Что Это Моя Перша Машина Ты Серьезно Да Вы Други Хозяин Я Не мог Ранеси Купить Бо На Портиру Збирал А ТПК ТА Жить Треба Я Взагалі То Я Би Радив Полное ТО Зробити В Рівному Тут Недорого На Кошти И У вас Будет Вона Як Нова Є Як Є Завтра Півдня Парню Парню Говорю Давай Я Тебя Подвезу Вот Только Что Мы Пересеклись Давайте Повезу Уважаю Не Не Вы Устали Вы Мне на Макарова Далеко Едьте Вот Такие Вот Бывают Люди Спасибо Вам За то Что Посмотрели Нашу Историю Наше Путешествие Игорь Забрал Вольксваген Свой Он Не Продается Пока Не Продается Я вернулся Форсаж В том Вере Не Работает Свет Девушка Сейчас Пойдет Мне Настольную Лампу Нести Зато Тепло Зал Скромно Номер 550 Гейн Пришла Девушка Ковырялась Ковырялась Выключателем Ничего Не Получилось Принесла Мне Такую Эротическую Лампу Номер Как номер Ребят Нормально Спасает Друзья Ситуацию Что Они Подобрали Сюда Хороших Девчонок В гостеприне Веселых Улыбающихся И это В принципе Спасает Все Недоставки Связанные Со Светом С теплом С отсутствием Туалетной бумаги С Паутиной В том номере Было много Паутины Здесь Все Классно Ой Такой Ребят Я В принципе Непривередливый Человек Но Иногда Хочется Все Ребята Всем спокойной ночи Огромное Спасибо За Просмотр Потому что Я понимаю Что это Ваше время И я Стараюсь На самом деле Вам показать Все как есть И сценарий Пишется на ходу Я даже не знал Что я здесь буду Ночевать Я поехал В грузинский Ресторанчик Здесь возле Млынинской В общем рядышком Шикарный ресторан Я вам хочу сказать честно Если бы я Выбирал куда переехать Я бы только из этого ресторана сюда переехал Насколько там классный повар Как он классно готовит Возле кольца Вот кто будет растамаживаться Я обязательно раздобуду адрес Очень классный ресторан Там такая кухня шикарная Просто пальчики оббезать И недорого Ребята Настолько недорого Что Фактически Как в столовой Там самим Молодежь сидит Посидел Покушал И чувствую Спать хочу А мне к зубнику завтра Так что Вот такой вот сценарий Спокойной ночи До завтрашнего дня Оригинально Сделали полотенчики Ну молодцы Умеете удивлять Доброе утро Кстати купил Повербанк Без него никак Потому что бывает в машине Не работает подкуриватель И все 86% Показывает Сколько Заряжен Это очень удобно Разница езды в Польше Смотрите Брызги Лучше Это лучшая пекарня Блин Мой лишний вес Мой лишний вес Суп Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь костров Возле кафе Удобно стали Как можно переградить мост При этом стоять руки в карманы И так далее И так далее Понимаете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...